Болгария Как я неоднократно подчеркивал, Польша и ранее готовилась диверсифицировать поставки газа. Даже до того, как будет запущен Балтийский газопровод. Мы сможем защитить нашу экономику и польских потребителей. На самом деле есть сейчас возможности получить газ из других направлений. Это прежде всего тот же Ямальский газопровод, но в обратном направлении, значит из Германии. В Польшу это 5,5 миллиарда кубометров. Это газопорт в Швиновище, терминал ЛНГ 6,5 миллиардов кубометров. Еще из Словакии. В ноябре будет открыт совсем новый газопровод 5,5 миллиарда. В мае этого года будет еще открыт тоже совершенно новый газопровод из Литвы, где тоже у Польши будет возможность импортировать газ из литовского МГТ. Это было довольно неожиданно, так как до сих пор Россия выполнила свои долгосрочные контракты. Все со всеми покупателями из ЕС. Но сейчас мы видим, что это огромный поворот и Россия уже не заботится о своем, чтобы смотреть на Россию, на Газпром как на надежного партнера. До сих пор можно было говорить, что Россия была надежным партнером. Такие аргументы могли приниматься, поскольку Россия на самом деле поставляла газ по долгосрочным контрактам. Но сейчас мы видим, что это поменялось. Мачи, в вопросах российского газа мы, наверное, делим на две части вообще всю проблему. Первая – это экономическая, а вторая – этическая. Потому что сейчас все говорят о том, что отказаться от российского газа нужно прежде всего для того, чтобы перестать кормить Путина и фактически финансировать войну. Потому что цифра, которую Путин получает с продажи газа за день, она примерно равна той цифре, которую он, в общем-то, тратит на войну. И здесь такой вопрос возникает. Вот вы говорите, что возможно съесть реверсного газа из Германии. Но по сути-то это тот же самый российский газ. Путин продолжает получать деньги. То есть проблема не снимается. А может ли Польша решить по-другому как-то проблему? То есть вернуться к угольной разработке, то есть то, что Евросоюз требовал прекращать, сворачивать, наоброс сейчас развернуть и искать какие-то альтернативные источники, а не искать альтернативные возможности использования, опять же, российского газа? Да, ну проблема есть. На самом деле то, что можно сделать уже в этом году на уровне уже Евросоюза, это отказаться от российской нефти. Это будет очень болезненно для России, более болезненно, чем отказаться от газа. Но то, что сейчас сделала Россия, это, мне кажется, попытка показать, чтобы Евросоюз не делал никаких поступков, не отказывался от российской нефти, потому что Россия отключит газ просто Европе, что это реально возможно сейчас. И проблема в том, что на самом деле я не вижу сейчас возможности, чтобы страны ЕС ввели эмбарго на российский газ в этом году. Как мы уже слышали, Роберта Хабека, вице-канцлера Германии, он тоже говорит, что более вероятно, это будет вводиться в несколько лет, потому что зависимость стран ЕС от российского газа настолько высока. Это, конечно, тоже моральный вопрос, но я думаю, что некоторые страны ЕС не готовы, чтобы это сделать. А просто так заменить российский газ другими источниками или другими носителями энергии, например, углом, это тоже на самом деле невозможно, потому что, например, газ потребляется индивидуальными консументами, потребителями, но тоже, например, большими производствами, прежде всего, индустрии. Так что это невозможно просто так поменять быстро. Но мы упустили, как я, с нескольких лет. Некоторые страны просто не тратили, не хотели смотреть на импорты из России как проблему, а как решение проблемы. И сейчас у нас есть огромная проблема, которую просто так решить в течение нескольких дней невозможно. Слушайте, мне кажется, что вопрос не только в эмбарго заходим, но и российцы, например, сами скажут, мы вам открутим газ и все, выключим, и что вы будете делать, на кольки заход готовы до такого шантажу, и на кольки, по-вашему, есть сейчас политическая воля, миновата, принимать жесткие решения. Да, я слышу, например, в Германии сказали об тем, что вы уявите себе, кали мы зараз спынем поставки российского газа, кали мы от него отмоемся, у нас экономичный рост запаолится на целых 5%. Это ж просто жах. Так вот, на кольки Европа готова поступиться целыми 5% экономичного росту, дзеля того, каб, скажем так, в выпадку чаго не поддаваться на энергетичный шантаж с боку России. Цей есть, по-вашему, это политическая воля и цей есть некие альтернативные выезды теперь? Ну, если б на самом деле Россия ввела сейчас уже, отключила газ для ЕС, это было бы на самом деле решением проблемы, потому что нет такой политической воли. Но остается это 50 миллиардов. Но это не настолько высокие цифры, чтобы это повлияло существенно на экономику. Наверное, был бы рост цен, инфляция бы еще выросла, она уже на уровне 10%, она была бы еще выше. Наверное, была бы экономическая стагнация, но мы на самом деле не можем предсказать честно, как бы это реально повлияло на экономику. И этот страх перед непредсказуемым заставляет нас продолжать покупать российский газ. Я сейчас говорю о нас, как весь ЕС. Прежде всего, страны такие, как Германия, Австрия, которые зависимы в большей степени от российского газа. Ну, на самом деле, если бы Россия отключила газ, это было бы решением проблемы. И это бы только ускорило те процессы, которые мы сейчас хотим делать. Например, внедрение renewables, вознабляемые энергетики, это, конечно, тоже ЛНГ из других направлений. Слушайте, как думаете, по-вашему, Польша обранная адмыслова мэтой вот такой вот российской атаки, так бы мовить, гэтага российского демаршу, ци гэта просто супадзенне такое. Потому что выглядает так, что минавица Польшу российцы хочут покараць, як найбольш активную державу, одну з найбольш активных державу, минавица в конфликте России супраць Украины. Да, но нам надо тоже помнить, что Россия отключила тоже Болгарию от российского газа. Болгария намного больше зависима от российского газа. Ну, практически 100% газа, который потребляет Болгария, происходит из России. Мне кажется, что это просто попытка показать, повлиять на страны ЕС, чтобы они не вводили эмбарго на нефть, потому что отключение газа реально. Если мы посмотрим на Болгарию, она потребляет около 3 миллиарда кубометров газа в год. Это немного, и можно без проблем заменить этот газ другим, газом с других источников. Если мы посмотрим на Польшу, она все-таки хотела отказаться от газа. И в этом году заканчиваются на самом деле три огромные проекта, которые позволят Польше это сделать. Значит, на Польшу это тоже существенно не повлияет. Но это будет влиять на другие страны, чтобы они не вводили эмбарго на нефть, потому что, например, отключение Германии от российского газа уже было бы невозможно. Невозможно было бы поменять этот газ другими источниками, и надо было бы просто сокращать потребление в краткосрочной перспективе. Так что я думаю, что это попытка политического влияния на ЕС. Но я думаю, что это не сработает. И мы это уже видим на примере вчерашней встречи с Германией, когда мы наблюдаем, что в ответ даже Германия усиливает свою позицию и начинает говорить о том, что отказ от российского газа, в том числе, является уже необходимым. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!